Сегодня мы с вами поговорим про 55-ю страницу трактата Псахим. Здесь много коротких мишна йод и небольшая тревка гемора. Я попробую суммировать кое-какие интересные моменты. Во-первых, заключение суги, которую мы начали на предыдущем уроке. Помните, в мишне обсуждалось 9 ава, можно ли делать работу. И оказывается, это зависело от минхага, от обычая. В определенных местах делали работу, других не делали. Так вот, Рабан Шимон бен Гамлиэль на это говорит. Это был отец Рэбби, отец автора Мишны. Обычно Рашбаг, упомянутый почти везде, это вот этот Рашбаг был другой, его дедушка. Он почти нигде не упоминается. Так вот, этот Рашбаг, обычно халаха как он, в большинстве мест, где он упомянут. Так вот, он говорит, что желательно, Леолам, пусть всегда человек сделает себя, как Тальмит Хахама, который не работает 9 ава. То есть даже в местах, где 9 ава все работают, то есть обычаи в этих местах работать, Тальмит Хахам не работал. А Рабан Шимон бен Гамлиэль добавляет, что пусть каждый будет, как Тальмит Хахам. И на это тому сразу спрашивает, если вы помните, когда мы изучали трактат Брахот, там как раз с точностью да наоборот. Как раз Рашбаг именно, Рабан Шимон бен Гамлиэль считает, что не каждый может себя, так сказать, назвать Тальмит Хахамом. Не каждый может на себя взять такую строгость, да, которая относится, да, или сделать, да, какие-то строгости, которые не на уровне. Как говорится, не по чину берешь, да, что быть слишком строгим это тоже не всегда подходит, знаете. Если, например, человек будет носить костюм водопроводчика, но при этом наденет галстук, очень красивый такой, знаете, нарядный, то это не будет смотреться нормально. Если человек, в общем, такой средний, соблюдать заповеди кое-как в основном, еле-еле, по минимуму, а потом вдруг возьмет на себя одну какую-то очень большую строгость, еще и публично, это не всегда так уж и хорошо. Отличаться от других, это не на уровне. Одно дело, великий мудрец, который известно, что у него много разных строгостей, он во многом делает не как буква закона, а гораздо строже, а другое дело обычный человек. Так вот, там говорится про человека, который только поженился, и в первую ночь его освободили от шма, если он на девушке женился. И говорит там Рабан Шемен Мангамлиэль, что даже если человек хочет читать шма, он не может. Хотя его собственный отец, Рабан Гамлиэль, тоже было несколько мудрецов с этим именем, но вот тот, который обычно упоминается чаще всего, это тот, который был дедушкой Рэби. И отец вот этого Рэжбага, этот Рабан Гамлиэль, он читал шма, даже когда поженился, в эту же ночь читал шма. И сегодня, кстати, обычай читать шма и молиться женихам, да, хатанам. Но сегодня, по другой причине, я немножко позже расскажу, почему. Во всяком случае, там, в Талмузе, в Мишне, в трактате Брахот, получается, Рабан Шемен Мангамлиэль не разрешает каждому стать строгим. А здесь, в нашей Мишне, наоборот, Рабан Шемен Мангамлиэль говорит, что пусть каждый будет как мудрец Туры, который не делает работу среди всех. И на это там отвечают, что здесь это как бы не так очевидно. Ведь человек, который не работает, не факт, что не работает из принципа, что он хочет быть строгим. Может, у него нечего делать просто. Мало ли людей, которые отдыхают 9-го Ава по любым причинам. Некоторые в будние дни, в обычные дни тоже все время отдыхают. Поэтому так не очевидно, что он кичится, так сказать, и считает себя на уровне взять эту строгость. То, соответственно, пусть каждый возьмет строгость, которая неявно бросается в глаза. А с другой стороны, мудрецы считают как раз наоборот. Что в случае Шма, так как все и так читают Шма, и только Хатана освободили. То есть, если Хатан прочтет, как все, в этом нет никакого особенного, да, особенной гордости. А вот если будет человек не работать, когда все работают, это в большей степени, как бы, он отличается. И для этого нужно быть на уровне, чтобы такое на себя взять. В наше время люди, которые только поженились, читают такие Шма. Вкратце, идея такая, что мы сегодня считаем, что не очень концентрируемся. И если человек не будет читать Шма, когда он поженился, что он в остальные дни, что ли, так уж концентрируется, что только в этот день он нервничает и не может сконцентрироваться. Когда-то люди больше концентрировались во время Шма, и поэтому Хатана освободили. Но сегодня считается, что мы и так не очень концентрируемся. Итак, следующее, Мишна. Мы возвращаемся назад к тому, с чего начался этот пелек, а именно разные обычаи делать или не делать работу в первой половине дня. И здесь еще выходит, что возможно было различие между севером Израиля, то, что называется Галиль, Галилея, и Ягудой, югом Израиля. Что в Галилее не делали работу до полудня тоже, а в Ягуде делали. И еще тут различие между Петшама и Бетхилл насчет ночи до этого. Часто, когда говорят хазар о том, когда нельзя делать работу, или обычно не делать работу, они не упоминают, а что насчет ночи. Вот, например, 9-го ава мы говорили, да, обычно не делать работу. А в Шкенадзе, правда, только до полудня. А что насчет ночи? Это открыто не написано. Многие сифардивы мягкие, Равадий Иосиф постановляет как мнение, что можно быть мягким, и что ночью можно 9-го ава делать работу. А наоборот, ушкинадские авторитеты в большинстве своем постановляют, что нельзя. Поэтому у нас принято, что хотя только до полудня запрет 9-го относится, но зато всю ночь тоже относится. А вот что расчет этого дня до Песаха? Здесь приводит Мишну, что это в дискутбе Шамай-Бетхилл. Можно ли делать работу в местах, где они днем не делали, а не делать ли работу ночью тоже. А дальше следующая Мишна обсуждает, и после нее точные детали и параметры того, что именно нельзя делать. Если человек уже начал делать до, можно ли продолжить. И определенные профессии, которые мы разрешили закончить. Все это я пропущу, но это важные, конечно, детали. В определенных ситуациях нужно знать эти законы. Есть специальная глава в Шухонархе, где обсуждается, можно или нельзя что-то делать до Песаха. Хотя это не так же подробно обсуждено, как законы Холомоэда. Но в основном можно по умолчанию считать, если человек не знает точно закон, то обычно то, что нельзя в Холомоэде делать, как правило, нельзя и сейчас. Ну и наоборот, если что-то можно в Холомоэде, можно тогда и во второй половине дня перед Песахом, как правило. Последняя Мишна на странице Нунхэй Амудбет, это уже в самом низу, ее мы будем обсуждать подробнее на следующем уроке. Там будет много Агады. Но я просто начну в двух словах. Здесь обсуждается шесть разных вещей, которые были приняты у евреев, которые жили в городе Ерехо. Это тот самый город, который когда-то взял Йошуа чудесным образом. Он до сих пор существует. Сегодня там в основном не евреи, живут арабы. Ерехон библейский. Так вот, были какие-то особые обычаи у жителей этого города Ерехо. Шесть особых обычаев. Так как наш перег занимается обычаями, то заодно приводится шесть обычаев этого города. Причем в трех случаях мудрецы с ними согласились. Даже если их обычай не было идеальным, но во всяком случае они их не стали трогать. А вот в трех вещах они не согласились. Считали, что это ошибка. И неправильные обычаи нужно останавливать. Мехуби и Адам, как говорится. Постарались этот обычай аннулировать. Конкретно, да, в чем именно, и что они разрешали, и в чем именно были у них необычные обычаи у города Ерехо, мы уже поговорим завтра, блин, это на следующем уроке, по следующей странице, где все это обсуждается подробно. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.